Люберецкий кукольный театр «Антошка» учит дружить. Здесь ребята не только познают актёрское мастерство, а прежде всего учатся слышать и слушать друг друга. В преддверии Всемирного дня театра, который отмечают 27 марта, мои коллеги побывали в гостях у образцового коллектива. Начнём занятие, как всегда. С чего? С артикуляционной гимнастики, сценической речи и упражнениями на внимание. Галина Кириллова старается сохранить многолетние традиции кукольного театра. Ещё до недавнего времени юные артисты по старинке работали за ширмой и играли верховыми куклами. Теперь на смену им пришли другие куклы – планшетные. На виду у зрителей кукловод ведёт их впереди себя, управляя руками и ногами. Немножко театр кукол изменился. И когда во время спектакля ты можешь увидеть, где-то на заднем плане мелькнёт одна-две куклы, а может и не мелькнёт. И такое бывало. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы вообще он растворился. И хочется, чтобы всё-таки немножечко вспомнили, что это театр кукол прежде всего. Никита Фёдоров занимается в театральной студии шестой год. Парень овладел азами актёрского мастерства и встретил надёжных друзей. Здесь ты можешь всегда положиться на дружеское плечо. Здесь всегда тебя готовы выслушать, поддержать. Здесь, знаете, такой бункер, в котором можно скрыться от всех своих проблем. Я избрался от собственных комплексов. То есть у меня были некоторые загоны. И здесь мне помогли раскрепоститься. Свою энергетику, голос и чувства актёра направляет в куклу через руку. И она на глазах оживает. Я вас слушаю. Ваше величество, я знаю, что сыну вашему большое бедствие грозит. Это репетиция спектакля по мотивам сказки Андерсона «Русалочка». Рузанна Ганесян органично вживается в каждую роль. Сегодня она королева. Она очень характерная. Мы с ней даже где-то перекликаемся. Кто-то даже говорит, что мы с ней внешне похожи. И вообще есть такой слух, что у каждого кукловода кукла похожа на того, кто играет. Одну куклу могут водить два-три человека одновременно. Поддержка друг друга здесь на первом месте. Особенно это важно во время спектакля. Всякое бывало. Что-то срывалось, что-то ломалось. И ребята делали всё, чтобы зритель ничего не увидел. И человек, у которого что-то срывается, он понимает, что он не один. Основатель театра не ставит перед собой цель вырастить из ребят профессиональных актёров-кукольников. Главная её задача – выстроить между ними хорошие взаимоотношения. Кем бы они ни стали, где бы они ни работали, чтобы им было комфортно с людьми и людям было комфортно с ними. Вырастить хороших людей, которые готовы всегда прийти на помощь. В театральной студии занимаются почти 40 человек. За последние годы юные актёры завоевали 4 премии президента Российской Федерации и 20 премий губернатора Московской области. Осенью театр «Кукол» отметит 40-летний юбилей новым спектаклем. С днём театра!